Привет, друзья! У нас боль и отчаяние, у вас печеньки и чай, и мы продолжаем наблюдать за жизнью и удивительными приключениями Люси Рыбаковой. Она же Людмила Фишер, широко известная в узких кругах под агентурной кличкой Селедка. Люся падала спасательной капсуле на эту планету и затормозила головой. После этого у нее поехала кукушка, и теперь она собирает мужской гарем. Ритуалом посвящения в этот гарем является скармливание в сыром виде своих конкуренток. Итак, у нас есть 8 мужиков гарема, один из них ее даже мужем стал внезапно. Так, и у нас тут осада. Осада, атака, называйте как угодно. В общем, есть женицы, есть стрелки. Стрелки немножко тут разбежались. Стрелков осталось трое, двух стрелков мы убили. Коньяк у нас немножко тут повреждения получил. Коньяка мы сейчас вылечим. Келлера, в принципе, тоже вылечим. И турельку сейчас надо будет доделать. Примерно так. Эта серия, что-то полагаю, тоже, наверное, потной получится. Потому что придется какими-то неимоверными тут усилиями всю эту толпу разобрать. Так, Сандер, давай-ка ты сюда поднешь. Вот он сейчас забежит-то сюда. Ну серьезно? Люся, что ты делаешь? Не, этого челика нужно отсюда убирать. Они, правда, конечно, стреляют, только я не знаю. Так. Александр тоже без уха? У нас что, все, что ли, без ухи тут? Пьер без ухов. Давайте отсюда. Давай еще Люсю поломай тут. Так, отлично. Тебя, товарищ, надо спасти. Спасаем Александра. Так, Келлер. Свободен, коньяк. Коньяк, отдыхай. Бигред. Медицина 0. Как бы, надо, конечно, всю эту жижу убрать с пола. Что-то у меня медиков вообще нормальных не осталось. Крайне печально. Ну или они просто, может быть, где-то бегают? Диксон. Ты у нас? Давай-ка тут немножко по медицине упоришься. Бигред. Вот и строй. Так, ну эти пускай тут ломают, что хотят. Главное, чтобы они периметр по-человечески тут не нарушили у меня. Все остальное фигня. Так, ты убирай кровь. Лапс. Пойдешь сюда. Есть, конечно, шанс, что тоже его догонят, но... Блин. Если он выбежит на турель, надо в Многером тут будет немножечко нам... Прессовать-то его. Так-с, Бигред с автоматом. Стоун. Тоже с автоматом. Келлер. Давай, тоже с автоматом. Дуй сюда. Сейчас буду заманивать его. Александр может ходить, но это гуд. Блин, коньяк. Коньяк живи. Ну, тут все хорошо. Если даже кто-то здесь получит заражение, это, в принципе, не критично. Эта пушка у нас Александровская. Ну, норм. Что там? Блин, как же ты долго строишь, а? Капец просто. Так, Люся, давай тоже сюда. Сейчас мне тут пригодишься немножко расстреливать супостатов. Можно даже из-за угла немножко вот отсюда. Так, замечательно. Это все перевязано. Блин, здесь бы, конечно, не помешал бы какой-нибудь холодильник в этом месте. Или вообще на госпиталь отдельный построить. Так-с. Давай ты сюда. Диксон будешь инициировать. Открывать, то бишь. Да, этот дружочек почти выломал у нас уже стенку, к сожалению. Тролль готова. Замечательно. Бигред. Оставайся здесь. Так, лапс. Так, валим. Валим, валим, валим нахрен отсюда. Давай, дуй. Лапс, ну убегай, ну убегай. Японский городовой. Капец, как ты так забежал-то, я не знаю. Ну, здрасте, мордасти. Ну, серьезно. Келлер у нас тут толстый, в принципе, полтая рана, женец. Я надеюсь, ему ничего не поотрезает. Да, вот это я в пух, конечно, тут. Коньяк, давай, на помощь. Лапсом бы надо, конечно, откайтить немножко. Все, замечательно. Келлер спасаем. Келлер спасаем. Теперь, сколько осталось механоидов? Раз, два. Надо их разделить и оттанковать. И где-то здесь еще третий, да, у нас, сверху. Надо, я думаю, временно дверь, наверное, эту закрывать. У меня сейчас просто огневой мощи не хватит, чтобы нормально их раскладывать. Хотя, может, конечно, тут коньяк есть, лапс есть. Все вот эти ребята. Так, Диксон. Давай, кол... Да какого хрена? Давай, лечи его. Да, вот эту дверь сейчас эту выломают. Однозначно. Блин, ну это фиаско, братан. Мне сейчас понадобишься ты. Так, слушайте, а где? Лапс, отдыхай. Коньяк, идешь сюда. Стоун. Стоун хавай. Ты кого-то там лечишь? Лечи. Пока пушка тупит. Да, серьезно, ну. Игра, ну перестань, остановись. Что ты делаешь? Как вы так стреляете? Турей, конечно, сейчас кокнуть может слегка. Стоун. Замечательно. Осталось два механоида. Оба с энерго копьем, в принципе, я думаю, я их разложу. Единственное, что надо... Так, дай-ка ты сюда. Коньяк. Ну, коньяк-то здесь осталось. Три ствола, я думаю, разложен. Сейчас, главное, чтобы затанковала турель у нас. Так, ты сюда. Блин, вот этот товарищ, он с опасной. Этот вылечен. С гриппом позже разберусь. Такс. Мне нужен Диксон. Излечить вот этого товарища немножко. Да, механоид это, конечно, опасные ребята. Турель, ты молодец, конечно. Че, левую руку? Блин, ну, это печально. Ну, как так-то? Пришивать придется левую руку. Вы че не стреляете, идиот? Так, коньяк, остался без руки. Все, всех убили. Такс. Ты, дружочек, лечишься. Ты у нас ходить не можешь. Тебя сейчас пролечим, Люся. Так. Нет. Тебя вот так вот в ограничениях ставим неограничено. Руку надо будет товарищу пришить. А, блин, вот ты где. Ладно, ты там тусуйся пока что. Пока что не до тебя. Пиняк. Тебе нужно спасти. Ты свободен? Киллер, шериф снова может ходить. И это хорошо. Так, у тебя. Блин, гриппозников капец. Это просто жесть какая-то. Да, это мы по сути только руку перемотать. Без руки коньяк. Но я вам потом пришлю что-нибудь. Тут, в принципе, протезы можно делать. Спасибо за заморозки. Спасибо, караван, что ты прямо сейчас идешь. Сейчас у вас женец тут просто... Та-ха-ха, че, клятец мой. Драматичные какие-то сюжеты у нас пошли. Коньяк может ходить. Отбита рука. Как руку можно было отбить? Вообще не понимаю. Ее можно отсечь. Но отбить... Непонятно мне. Так, киллер. Стоун. Вопрос в том, завалят они механой или нет. Ну и насколько сильно у меня с ними отношения испортятся. Игра, конечно, знает, как меня протроллить. Ладно, хрен с ним. Диксон, убери-ка кровь. Нифига они на нем навалились. Да, оперативно. Вот эти челики, кстати. Винический позвоночник. Если он вырубится, его можно будет спасти. И отношения с ними улучшить. Вот это Бекки тоже. Да, но он у нас дохнет, наверное. К сожалению. Тут, в принципе, еще спальников можно накидать. Медицинских. Как-то так. Автоматы. Момент терроризма Александра. Автоматы пускай пока здесь валяются. И надо что-то с рукой будет придумать. Так, ты что у нас? Ты бы шел сюда, потому что сейчас человек вырубится. Нужно будет его спасать. Я, к сожалению, их отсюда выгнать не могу. Никаким образом. Так, этого чудика нужно унести. А, слушай, так они сами себя лечат. Да? Да, этот сам себя залечил. Этот тоже. Ну, нормально, тогда не нужно будет их спасать. Мистер разработчик научил их самих себя лечить. Это гуд. Так, давай-ка убираю тут это все. Блин, спасибо за заморозки. Не говорите, что сейчас и здесь все у нас померет немножко. Не знаю, успею я здесь построить крышу или нет. Сейчас есть у меня подозрение, что нифига не успею. Пошел вот отдыхать вот сюда, дружочек. Коньяк без руки. Коньяку надо вот так поставить. И мне нужен строитель. Хоть какой-нибудь. Бигрет. Да, поздно уже. Все, вымерзло. Да. Возняк метаться. У кого там заражение? Да, блин. Александр. Так, ну не тебе 3% заражения. Ну, это вылечится все. Люся, давай-ка ты, наконец-то, кровь всю уберешь отсюда. Ну, серьезно. Эту дверь нужно закрыть. Да, блин, почему здесь мусор нельзя убрать? О, хрен. Да где у тебя смертельная болезнь-то? Ну, заканчивай. Иммунитет 98%. Чего вы врете? Нормально все у Стоуна. Стоун даже у нас тут может мусор убирать. Хоть и болеет. Грызу и контейнеры. Так, смотрим. Спасибо, конечно, за пасту, друзья, товарищи. Но нет. Торговать я с ними не буду. Смысла нет никакого вообще. Проваливайте отсюда вообще. Не мешайте мне. У меня тут кризис небольшой. Людей нужно вылечить. Так, лампу можно уже включать. Каньяк. Давай-ка ты сюда пойдешь. А эту кровать обратно на каньячную поменяем. Во. Типа того. Ну, сейчас все вроде как нормально стало. Сейчас на самых таких сифозных, гриппозных, на кровать, которая разгоняет иммунитет, оправить. Стоун. У него все нормально. Так, у него 15, грипп 11. А с этим все хорошо будет. Правда, сейчас, конечно, пол колонии будут валяться, не знаю, на больничной койке. Слушайте, у меня бионика. Давайте-ка вот так вот сделаем. Фиг его знает, что там в бионике за протез будет. И где вообще протезы у нас делаются. Вообще почти никогда этим не пользовался. Слушайте, мне любопытно, где делаются протезы. Конструирование. Требуется опытный врач. Опытных врачей у меня, к сожалению, нифига нет. Верстак. Сделать. Простой протез руки. Например. Так, что он требует у нас? 40 стали, 4 компонента. Ремесло 5. Есть ли у меня столько? Да, нету ни хрена. Ну, с этим разберемся. Сейчас тогда в бионику выйдем. Я посмотрим. Я не знаю, что там на протезы пойдет, что куда как. Так что, по ходу дела, будем разбираться. У нас, по сути, остались гриппозные. Это Лапс. И вот этот товарищ, Александр. Так, коньяк без руки. У нас тут прям целая когорта вообще вот этих вот товарищей. Коньяк без руки. Там всякие безухи. Кого только не хватает. Кого только нет у нас в колонии, да? Закрываем. Так, здесь надо восстановить. Механоиды, конечно, поломались слегка. Но это все чинится вполне без проблем. Так, здесь нужно сделать мост. Вот сюда вот. На него точно так же поставить стенку. Так, дальше мне потребуется зону продлить. На, починить все стенки. Все, что поломано здесь. Вот вроде все починено. Так, это сюда. Тут внешнюю границу тоже можно починить. Вот, как-то так. Ну, тут вроде все остальное более-менее у нас. Ниак без руки. Грибоза. 48 на 29. Да, вот так это приключение у нас происходит. Периодически. Двери на сюда поставить, естественно. Так, здесь дверь у нас будет вот такая. Вот так вот. Ну, я не знаю, когда я смогу вообще вот до сюда добраться и поставить туда генератор. Черт его знает. О, столом погнал у нас. Калывать во все. Такс. Александр, забирай коньяк. Забирай. Ты, правда, без руки у нас немножко. Так, и келлер. Забирай. А, нет, стопы. Да хотя ладно, пофиг. Кто с каким-то автоматом. Я хотел, конечно, именные, может быть, сделать. Но пока так оставим. Тут в целом механоидов до хрена у меня сейчас будет. Тут с них и компоненты, и всякая фигня получается. Енот все еще не сгнил. Вот это да. Заморозки закончились. Ну, блин. Спасибо, заморозк. Просто середина лета, пассивную все испортили. И так каждый раз, кстати, происходит. Ничего не меняется. Как будто так и должно быть. Давай-ка убирай коньяк. Что-то я не знаю. Подумаешь, руки нету. Одной можешь нормально утирать. Не знаю, швабру в зубы там погнал. Ну, все ж так делают. Сон на земле, ну... Ужас, а идиоты. Какого хрена? Почему они выбирают вот это вот, а не кровать? Почему так алгоритм? Почему алгоритм такой тупой? Алгоритм ведь пишет программист. Почему программист такой алгоритм написал? Программист у нас там, мистер Туном? Какого хрена? Игра в релизе, пешки себя так ведут. Ну, интеллект настолько искусственный, что это просто капец. Коньяк полностью здоров. В общем, Стоун сейчас доделает автомат. Можно попробовать смастерить протез. Будет. Хотя хрен его знает. Безрукий коньяк тоже неплохо. Вот это да. Сюда можно сходить, конечно. Далековато, правда. На будущее учту. О, вся животина туда побежала просто. Так, мне нужен кто-нибудь. Диксон, давай. Медвед тут охотится. Медвед тоже, наверное, потом сдохнет от ранений. О, отжали у медведа добычу. Ибо нефиг называется. Что-то у меня уборкой вообще никто не занимается. По-человечески. Что, совсем с ума сошли? Лапс, вот ты чем занимаешься? А, лапс у нас от гриппа лечится. В этом вся беда. Окей. Что-то у нас, кстати, давно запасы вот этого вот, вот этого вот, всего хозяйства не пополнялись. Вот эти болотины я бы тоже, конечно, отсюда убрал. Но, чтобы убрать эту болотину, к сожалению, потребуется поставить помп. Которую я пока что поставить туда не могу. А тут помпы, я смотрю, довольно неплохо уже осушает. Что за звуки? Ладно. Автомат плохой получился. Ну, блин. Я что сделаю? Так, ты куда? Компонент. О, завитушка у нас коричневая. Название к коньяку. Так. Классический, отчасти геометричный. Все понятно. Классический стиль завитушки. Давай-ка, Келлер. Завитушку ты сюда понесешь. В принципе, можно еще одну статую клепануть. У стола стоит статуя. У статуи нету. Понятно, что нету. Естественно, глаз, да? Вот это, конечно, не очень хорошо здесь. Сейчас можно даже Люси сюда направить. Такс. Теперь здесь ресурсы имеются. Чем займемся теперь? Енотец. Енота надо, кстати, разделать. Кто у меня повар? В принципе, разделать Люся может. Я думаю, или вот сюда сейчас поехать, чтобы получить энергию и мозги не парить себе просто. То есть, изначально, точнее, на будущее ориентироваться вот на этот вот периметр, на большой. А изначально можно поставить мелкий. По одной стенке пустить. Чтобы уже хоть как-то у нас работала эта установка. Так, чтобы это сделать, нужно вначале отхапать кусок территории. Примерно вот такой вот. Тут, конечно, тоже можно его отхапать. Ну, тут надо построить. Тогда будет мостик. Четырех штук. Это тогда можно убрать. Это можно разрешить все. Так. Тут тоже мост. Дерево, правда, конечно, не очень много осталось. Ну, здесь вот так. Здесь никак, конечно, не очень много. Я так полагаю, что мне его будет крайне не хватать скоро. Но пока что вот так вот сделаю. Все равно нужно туда сходить. Нужно захватить источник энергии. Отлично. У нас пошел в рис. По полной. Я вот все же думаю. Ждать мне пока Александр изучит или не ждать. Или сейчас прямо сделать. Мне в целом ничего не мешает. Стон, давай. Сооруди протез. Я хотя бы посмотрю, что там для него требуется. Там, конечно, аптечка потребуется. Еще какая-то фигня. Я надеюсь, при протезировании одной руки и вторую руку они ему не отрежут. А то тут бывает такое. Хрень собачья такая происходит. Извоять малую скульптуру. Это тоже, что ли, завитушка? О, это уже хорошее. Укуренное изображение ножей гильотины. Даже так, что ли? Нифига себе. Укуренное изображение. Ужас. Я вот думаю. Идти мне к этим ребятам или не идти? Вот к этим, например. А если я три статуи к ним отнесу? Келлером тем же. Нормально это будет или нет? Хотя, честно говоря, что-то жалко мне им статуи-то нести. Статуи мне тут пока и саму, наверное, пригодятся. Ладно, пока подожду. Что-то жаба мне душатым статуей отдавать. Укуренная статуя, это тема такая нормальная. Саму не помешает. Так, ну что у вас здесь со стенки-то? А, материалы кончились. Так, а тут что у нас? Сланец. Тут можно, в принципе, и сланца сделать. Вот так. Да, и камней у меня абсолютно не останется. Можно, конечно, и земли камни подбывать. Бурилками вот этими. Серьезно? Скажите, у кого-нибудь дома когда-нибудь вот так проводка взорвалась? У меня вообще ни разу. Я даже не видел, чтобы так проводка могла взорваться. В игре почему-то это происходит. Это, наверное, какая-то канадская проводка. Потому что он берет и взрывается вот так. Я другого объяснения этому не вижу. Давай, вноси. Так, там остался мрамор, остался сланец. Сланца 30 штук. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Сланец сделаем досюда. А мрамор досюда. 25 штук. Все, и больше у меня материала не остается. Вообще просто никакого. В целом, сейчас можно тогда вот это место немножко тут переделать. Я не пойму, почему они это никак не чинят. Бред какой-то. Блин. Придется стенку мраморную еще одну ставить. Вот сюда вот. Тут выломали, совершенно не к месту. Люся, давай-ка. Займись-ка этим. Изготовить простой протез руки. Простой протез руки. Так. У нас имеется коньяк, у которого нет левой руки. Делаем ему установить простой протез руки. Так. И с обычными вот этими лекарствами... Нет, хотя можно, в принципе, ему и с аптечки устанавливать. Давай, отдыхай. Окей, поехали. Мишка! Что ты рычишь, мишка? Так, сейчас нужен самый топовый врач. Самый топовый врач у нас Люся. Давай-ка, нет. Пришиваем ему руку обратно. А, так аптечек-то синих у меня до хрена. Че я этими... Я че-то и забыл, что у меня их достаточно много. И у нас 50%. Ну ладно, пускай хотя бы такое будет. Будет с крюком ходить у нас. Началось лето. Началось лето и начался блэкаут сразу. Ладно, это все вырубаем. Стоун, давай. Давай. Че за фигня-то? Че ты не работаешь? Я не понял. Он включен, ну... Еще провод, что ли, где-то разобрали? Нет, провода есть. Что не так? О, заработал. Че-то он как-то долго одупляется очень. Короче, лампочку придется пока выключить. Так, и крышу здесь надо снять. Это надо тоже выключить. Все веселиться. Все отдыхать. Ну что, вечерина. Блин, почему вы это не чините? Потому что все работнички, строители занимаются какой-то фигней. Хорошо, что не в голову ударило. У нас же, по идее, отсюда сейчас жуки могут вылезти. При определенных обстоятельствах. Ну, когда бурением занимаешься. Внезапно сейчас такое же здесь добавили. Интересно, вылезут они у меня или нет? Ну и когда они вылезут, если вылезут? Сколько еще будем тут молниями-то бить? Игра. Да, какие-то гигантские вообще тут площади приходится отжимать. Келлер, иди-ка. Для тебя работинка имеется. Хотя надо бы всех вот этих вот товарищей-то самих вот перестрелять. Диксон. Бегрет. Люся, давай ты сюда. Лапс. Александр. И вы два товарища. Да, блин. Хипотский городовой. Идиот. Когда надо, они нихрена не ходят. Когда не надо, они наоборот идут. Ну вот, что с этим поделать? Стоун, остановись. Что ты делаешь? Мы еще еды не настреляли. А, да куча медведей тоже. Достали, а. Так, ладно. Это я надеюсь, они унесут. Здесь. Люся, давай ты сначала перенесешь все-таки. Потом уже будете ходить куда-то. Это уноси. Александр. Каньяк. Это уноси, Диксон. Спасать не надо. Надо унести. А этого надо ококнуть. Лапс. Хотя он так, может быть, откинется, конечно. ОК. Да, у нас какой-то сезон дождей тут начался. Я что-то смотрю, так посадки и не восстановили. Здесь только есть немножко посадок. Ну вот этого хлопка там, хлопчатника. Здесь вроде все хорошо. Ну, все у нас вроде около дела. Единственное, что пришлось, конечно, руку искусственную одному товарищу пришить. Но я думаю, это не смертельно и не критично. Так что со временем пришьем мы ему нормальную бионическую руку, как только это все исследует. Диксон, давай-ка ты это вот так вот сделаешь. Хотя можно, наверное, уже поставить стол, было бы, если бы у меня дерево было, которого у меня нету. Которое все ушло на какие-то помосты и на всякое разное. Помосты мне, конечно, тут пригодятся. Ладно, серия на этом буду заканчивать. Что-то тут последние пару серий с этим механомики какие-то потные были вообще. Фиг его знают. Надо что-то против них придумать такое более интересное, чтобы быстрее как-то от них избавляться, потому что мне не нравится вот так вот бегать, микроконтролить. Западло просто. Что тут запросили, кстати? Ой, отстаньте с этими пуховиками. Вот, как я сказал, серия на этом буду заканчивать, если вам прохождение интересное, обязательно поддерживайте его лайками. Оставляйте свои комментарии под видео, может, какие-то советы давать. Эта серия, скорее всего, последняя будет в цикле предзаписанных. Ну, а те, кто хочет поддержать посерьезнее канал, проходите на ссылку на Patreon, ссылка в описании. Вот на этом все. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok